всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня у нас видео немножко не на тему обучения я вам покажу машину которая продается то есть это видео для тех кто подумывал о покупке вязальной машины и скорее всего если нет возможности купить из рук в руки да то есть если вы не видели машину то удаленно многие побаиваются не доверяя незнакомым людям покупать машины так что я вам сейчас покажу машину которая есть у меня эта машина toyota ks 858 производство япония сразу скажу что японские машины очень ценятся они надежные они качественные и ну вот данная машина я бы сказала достаточно легка в управлении да и наверное для тех кто еще не в курсе как выглядят вязальные машины я хочу сказать что эта машина однофонторная и скорее всего у вас уже возник вопрос по поводу того почему же я продаю свою машину и смотрите чтобы вам было более понятно я специально передвинулась к своей машине как вы видите это у меня тоже toyota ks 858 это моя машина вязальная то машина продается то есть изначально я купила себе однофонторную машину через какое-то время повязав я поняла что мне интересно изучить и двухфонторное вязание и я стала искать 2 фатуру и так получилось что я нашла у продавца на авито новую абсолютно в упаковке вязальную машину там были обе фантуры и мне пришлось купить их обе потому что ну не отдавали отдельно вот но мне понравилось то что машина новая в упаковке но новая говорить это однозначно она не новая новая это когда совсем только что вышла с производства и вы ее купили тут же тут она конечно же лежала не знаю ни один десяток лет где-то на антресолях у людей вот но машина в хорошем состоянии я ее проверила я поменяла планку на ней когда меняла планку все записывала и в предыдущем видео можете у меня на канале посмотреть как выглядела эта планка за столько лет она просто пришла в негодность и ну так был плачевный совсем вид сейчас все хорошо машина вяжет я давайте покажу вам как она вяжет вот мы перешли снова к этой машине которая продается и покажу вам как она вяжет чтобы вы послушали то есть машина смазана планка поменена все работает хорошо вот могу вот так вот вам показать образец вот так он выглядит посмотрите все ровненько красиво и аккуратно смотрите в доказательство того что машина совсем новая ведь тут еще заводские упаковки различные я их стала выкидывать даже держатель ниточек вот тут вот в мешочке до сих пор находится я его доставала проверяла естественно там все хорошо просто было быстрее переставить с моей машины вот этот нити держатель для того чтобы повязать образец если говорить о запчастях до комплектующих машин вот можете посмотреть все что положено по инструкции здесь все новенькое чистенько и аккуратненько и так вот два декера вот третий это нити уловитель отборная гребенка это селекторный ключ наверное самая важная деталь то есть если вы вот такое можете приобрести в любом магазине то вот этот ключ будет сложновато наверно найти так здесь щеточка зажимчики для перфокарт вот у них две штучки два бочоночка воска кордовая ниточка это транспортировочный ключ чтобы каретка держалась здесь у нас бутылочка с маслом и два утяжелителя такое все в отличном состоянии как вы видите все зубчики ровные все новенькое 2 тоже покажу смотрите так теперь давайте посмотрим каретку это основная каретка как вы видите состояние у новое чистое красиво без каких-то трещин царапин еще чего-то все работает здесь переключатель плотности как вы видите все хорошо работает и переключатель режимов вязания все щеточки новенькие частики вы видите все сами теперь можете посмотреть на игольницу я тут все смазывала то есть обслуживание первоначальная машина сделала вот посмотрите все иголочки ровные все новенькая красивая так мы на этих иглах я вязала на всякий случай давайте их тоже выдвинем все как увидите тоже все ровненько аккуратненько так 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 и сюда перейдем планка новая поэтому пока еще прям с таким с усилием иголочки двигаются все потому что это на объем так счетчик рядов вот на ноль если я установлю сейчас вот смотрите все хорошо работает и селекторное устройство то есть вот для сдвига интересная штука на других машинах вы такого не найдете то есть здесь можно вязать как по перфокартам здесь включать отключать перфокарты кнопка эта кнопка для того чтобы вернее рычаг для того чтобы завести перфокарту в свой паз и вот это вот селекторное устройство то есть можно не использовать перфокарты а вязать при помощи вот этого селекторного устройства очень интересная штука при помощи этого устройства можно вязать узоры на 12 петель в рапорте отбираем определенные иглы в каждом ряду приводим ключом селекторное устройство здесь на машине отбираются эти иглы и мы уже провязываем ряд согласно узору ну в каждом допустим ряду надо будет перещелкнуть это не электронная машина это все-таки достаточно простая машина но зато она очень понятная в использовании и вот вторая каретка это ажурная каретка я ее не доставала даже из упаковки еще то есть при помощи этой каретки здесь все работает открывается защелкивается отщелкивается здесь все новенькая точно также как вы видите то есть эта каретка служит для того чтобы перекинуть петли с одной иглы на другую согласно какого-либо узора она работает совместно либо с селекторным устройством либо с перфокартой в комплекте идут вот такие дополнительные полозья и они устанавливаются с двух сторон машины сейчас я покажу вам как вот здесь вот два отверстия вот таким образом вставляются эти полозья в отверстия все и когда каретка у вас переезжает с машины до когда вам надо и вязать например на всю игольницу чтобы каретку вас не упала вот эти полозья будут ее держать она у вас не скатится и не упадет смотрите вот здесь вот в этом месте с обратной стороны такие скрепочки которые держат вот эту оттяжную гребенку оттяжная гребенка цельная новая красивая она состоит из двух частей видите вот даже сложно открывается потому что все новое не разработаны когда вы будете вязать небольшие детали будете использовать маленькую часть когда деталь будет побольше вот эту часть а если вяжите на всю игольницу то соединяете их и у вас вот такая большая оттяжная гребенка помогает вам вязать она находится еще раз вот здесь так ну и давайте посмотрим держать для нити я должна показать вам что он в целости вот смотрите пруд который вставляется в машину это специальный изгиб для того чтобы пруд был в правильном положении то есть тут мы вставляем машину это у нас с вами открывается это нити направители первые такие усики все и вот эта вот часть вставляется уже во вторую вот здесь вот вот в этом месте так тут все работает все движется это так вот открывается как вы видите все исправно ну и сами усики покажу вот они три усом вот смотрите вот так здесь точно также специальные изгибы для того чтобы усы не переплетались не мешали друг другу я надеюсь что вам что-то видно тонкие они конечно вот так смотрите в упаковке будет инструкция от машине здесь все описание все как вязать как что делать кстати могу вам тоже подарить это шаблончик для снятия мерок когда вы будете вязать вся инструкция она распечатана из интернетом дальше перфокарты родных перфокарты упаковки нет я положу сюда смотрите для вас перфокарты с рапортом 12 петель 5 штук 5 штучек положу чистые и чистые перфокарты с рапортом 24 петли чуть позже я запишу урок как вот эти перфокарты потому что их вот такие на 12 петель рапорт не найти нигде я пыталась найти нигде не смогла найти вот я покажу как на этих перфокартах делать узор для 12 петель и вы поймете как с ними работать на первое время вам будет их предостаточно также к этим перфокартам также к этим перфокартам идет перфоратор это устройство на подобии степлера так вот сюда заводите перфокарту здесь пробиватель и делайте дырочки там где нужно по по рисунку и еще вот эти две упаковочки с иглами с новыми японскими хорошими качественными иглами я вам положу точно также комплекте про иглы скажу отдельно когда мне сказали что вы не найдете запчастей родных будет сложно если у вас что-то сломается немножко так была напугана но скажу вам за год у меня не словно ни одной иглы то есть все иглы которые шли с машины они у меня целые и вот две упаковочки я положу для вас и теперь давайте покажу в работе ожогную каретку то есть здесь у нее есть точно также кнопочка поднимается ручка защелкивается вот этой кнопкой эта кнопка установки на больницу установить либо можно просто завести дополнительных рельс и дополнительные вот эти вот рельсы обязательно установите для того чтобы если будете вязать двумя каретками чтобы у вас не слетела каретка с машины заводим перфокарту в устройство смотрим что все ровненько было и доводим до первого ряда вставляем селекторный ключ на место все тут все приготовили отодвигаю каретку основную подальше чтобы был размах где разъехаться двум кареткам дергаю ключ так смотрите у нас отобрались иголки по рисунку проезжаем ажурной каретки надеюсь меня было слышно и возвращаем обратно и если вам видно вот здесь вот перекинулись петли с тех игл которые были выдвинуты теперь проводим основной кареткой в одну сторону и в другую сторону так снова приводим в движение селекторное устройство двинули перфокарту на следующий ряд снова нос отобрались иглы так каретка подальше проводим ажурной кареткой в одну сторону и в другую два раза основной кареткой еще раз вот такой вот рисунок получается и сейчас надо основной кареткой 6 рядов провязать я провязала уже два снова приводим в работу так вот тут чтобы не было дырки у у края у кромочные петли мы эти иглы убираем так все отлично это тоже уберем а то она скинет кромочную петлю нам сейчас и и и и по 3 теперь 6 рядов все перфокарты попробовали все готово и еще давайте быстренько попробуем селекторное устройство смотрите я отбираю кнопки третью шестую девятую двенадцатую вот так самое простое что-нибудь попробуем и также сделаем анжурный узор при помощи анжурной каретки дергаем за рычаг иглы отобрались до смотрим чтобы у нас крайние игры не участвовали в отборе убираем их все сейчас я ажурной кареткой пройду туда-сюда так и два раза так ниточка вот ведь их что получилось теперь смотрите в чем суть селекторного устройства здесь есть вот такой рычаг вот он этот рычаг и все вот эти вот кнопочки можно передвигать то есть если рисунок сам не меняется можно передвигать на одно на два на три деления то есть как вы задумаете свой рисунок давайте я сделаю вот так вот через одну снова дергаю за рычаг и теперь проезжаем кареткой 4 раза провязывал то есть видите да нас узор сместился на одну петлю вправо то есть при помощи селекторного устройства вы сами можете придумывать узоры на 12 петель и без использования перфокарт их вязать убираю ниточку срезаю полотно ну вот вы видите что у нас получилось то есть вот так выглядит лицевая гладь естественно это после этого после того как образец отлежится будет смотреться намного ровнее все и красивее и вот так выглядит узоры с лицевой стороны ну что ж я постаралась показать вам все что касается функционала этой машины вы увидели что она в идеальном состоянии что она работает и если у вас есть желание купить эту машинку ссылочку я оставлю в описании переходите по запросу пришлю любые фотографии отвечу на все ваши вопросы покупайте эту машину будем вязать вместе но у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока